Дорогие друзья, в сегодняшнем видеоролике я расскажу вам о Валерии Золотухине, советском и российском актере театра и кино, народном артисте РСФСР, Валерий Золотухин родился 21 июня 1941 года в Алтайском крае в семье крестьян. С детства мечтал стать актером и в 1958 году поступил на отделение музыкальной комедии ГИТИСа. Никто, даже самые близкие люди, не верили в его успех, а Валерий все же добился своего и поступил в институт. По окончании института в 1963 году получил приглашение в театр имени Моссовета, где проработал год. У Валерия Золотухина был прекрасный голос, бесспорный талант комика, а он, опять удивив всех, пошел работать туда, где начинать ему было явно труднее, в драматический театр. Играя в театре Моссовета у актера все получалось интересно, его работы горячо принимали зрители, но однажды, побывав на спектакле в театре на Таганке, он буквально заболел этим театром, и Валерий ушел туда, а некоторое время спустя стал одним из самых ярких и интересных его актеров. В кино Валерий Золотухин дебютировал в 1965 году, сыграв главную роль красноармейца Петьку Трофимова в картине «Пакет». Следующая работа на съемочной площадке выдалась лишь спустя три года, когда на экраны вышла лента «Интервенция», где Золотухин снимался вместе со своим другом Владимиром Высоцким. Правда, фильм тогда так и не вышел в прокат, и зрители смогли увидеть его лишь в 1987 году. Затем был хозяин Тайги, где друзья Золотухин и Высоцкий вновь встретились на съемочной площадке. В 1969 году вышла картина «Цветы запоздала» и с тех пор кинокарьера Валерия стремительно пошла вверх. Вскоре он снялся в фильмах «Бег», «Салют, Мария» и «Бумбараж», который принес ему первую большую известность. Наиболее плодотворными для Золотухина выдались 70-е и 80-е годы, он стал одним из наиболее популярных актеров в стране и сыграл в целом ряде успешных фильмов, среди которых «Любовь веровая», «Смешные люди», «Демидова», «Остров сокровищ», «Среди бела дня» и «Чародеи», не в меньшей степени он блистал и на театральной сцене. Кинематографических простоев у актера не было, снимался он постоянно, и его герои как-то сразу западали в душу, были близки и понятны зрителям, они покоряли своим простым, незамысловатым обаянием и жизнелюбием. Как, например, простодушный Коля Касаткин в прелестной картине «Единственная, беззаветно влюбленный в свою очаровательную и немного легкомысленную жену Танюшу Фешеву». С началом 90-х годов и кризисом в российском кинематографе Валерий Золотухин стал реже появляться на экранах. Лишь в 2003 году, благодаря роли в телесериале «Участок», на него вновь обратили внимание продюсеры и режиссеры. Так, спустя год ему предложили сняться в блокбастере «Ночной дозор», а следом уже с его участием свет увидели такие ленты, как «Дневной дозор», «Мастер» и «Маргарита», «1612», «Утомленные солнцем 2», «Пять невест». Самородок из Алтайского края ворвался в кинематограф стремительно, покорил всех своей обаятельной, лукавой, обезоруживающей улыбкой, прожил яркую, полную событий жизни и оставил после себя обширную фильмографию, воспоминания о театральных ролях и написанные им книги. С 2003 года Валерий Золотухин был художественным руководителем Государственного молодежного театра Алтая. С октября 2011 по март 2013 года был художественным руководителем театра на Таганке. Первая жена Нина Шацкая — актриса, заслуженная артистка России, сын Денис — священник. Вторая жена Тамара — скрипачка, сын Сергей — барабанщик группы «Мертвые дельфины», покончил с собой. Третья жена Ирина Линд — актриса театра на Таганке, сын Иван. Валерий Золотухин ушел из жизни 30 марта 2013 года в Москве, похоронен на родине, в деревне Быстроисток Алтайского края. Валерий Сергеевич Золотухин — народный артист РСФСР, награжден Орденом за заслуги перед Алтайским краем второй степени за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие культуры Алтайского края. Дорогие друзья, спасибо вам за поддержку, очень приятно читать ваши положительные отзывы о моих видеоработах. Желаю, чтобы вашей постоянной спутницей была удача, пусть она приносит успех в делах, оптимизм в душе, искренность в чувствах, уверенность в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok